Ежегодно, начиная с 1994 года, 15 марта в России отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В Распотребнадзоре прошел круглый стол, приуроченный к этому дню. Девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в этом году сфокусируем права потребителей на здоровом питании. Тему продолжат мои коллеги. Неправильное питание связано с четырьмя из десяти основных причин смерти во всем мире. Избыточный вес и ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень глюкозы в крови и высокий уровень холестерина. Воздействие плохого питания на здоровье превысило воздействие от курения. Именно поэтому в рамках Всемирного дня прав потребителей территориальным отделом управления Распотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах провели круглый стол на тему «Взаимодействие органов местного самоуправления и Распотребнадзора по вопросам прав потребителей на здоровое питание». Специалисты рассказали о том, как их ведомство организует работу по защите прав потребителей на здоровое питание, о том, какие меры принимаются в каждом подразделении для обеспечения потребителей качественной и безопасной продукции, гарантирующей здоровое питание. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 30% населения развитых стран страдает от заболевания, вызванных нарушением питания. В 2014 году территориальным отделом Роспотребнадзора в Славянском, Калининском и Красноармейских районах проведено 137 проверок хозяйствующих субъектов, которые занимаются торговлей и оборотом пищевых продуктов. На соблюдение санитарного законодательства, законодательства области защиты прав потребителей и требований технических регламентов. Торговля пищевыми продуктами и их производство определяет качество жизни человека и в первую очередь затрагивает здоровье. Поэтому к организациям, осуществляющим розничную торговлю пищевыми продуктами и к общепиту, законодательство предъявляет жесткие требования. За нарушение требований технических регламентов в Кодексе административных правонарушений предусмотрена статья 1443 КОАФ, которая разделена на три части. И санкции, которые законодатель усмотрел, они довольно-таки велики и значимы. То есть на предпринимателей по части первой, то есть нарушение требований технических регламентов, штраф 20-30 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. То есть цифры значимые и нужно иметь в виду, когда организуется эта деятельность. В сфере производства пищевых продуктов и общественном питании сотрудниками Роспотребнадзора было проведено 23 проверки. В сфере торговли пищевыми продуктами – 91. По результатам проведенных проверок был составлен 161 протокол об административном правонарушении. Главная цель Всемирного дня прав потребителей – призвать население к более тщательному и осмысленному подходу при выборе рациона питания, физической активности и здоровья. Будьте внимательнее, взвешено и осознанно выбирайте продукты питания.